Всем привет, с вами Ораньш, это передача InFresh, в которой я рассказываю новости мира экранизаций. Погнали! И первая новость должна порадовать всех фанатов адского парня. Ну, порадуй. Студия Миллениум ведет переговоры с продюсерами Ларри Гордоном и Ллойдом Левиным по поводу возвращения Хеллбоя на большие экраны. На участие в производстве картины Гильермо Дель Торо и Рона Перлмана можно даже не рассчитывать. Студия намерена перезапустить франшизу с рейтингом R. И на самом деле это не может не радовать. Понятно, что студийные боссы вдохновились фильмом Логан и Дэдпул, поняли, что с рейтингом R можно снимать крутую супергероику. Единственное, только меня немножко беспокоит, если фильм делают с рейтингом R, соответственно, и бюджет выделяют значительно меньше, потому что потенциально его может меньше людей увидеть. Соответственно, ну, сложно представить тот же фильм про Хеллбоя с маленьким бюджетом, потому что там куча декораций отстроенных, там куча грима, там куча графики. Поэтому есть маленькие опасения, но ребята в любом случае смотрят в правильное направление. Хеллбой определенно нужен перезапуск, потому что та же вторая часть сейчас смотрится очень и очень по-детски. Следующая новость, которая лично меня очень порадовала, надеюсь, что вы тоже не останетесь в стороне, анонсировали вторую часть фильма «Грань будущего». Наконец, реально, я прям очень сильно ждал, и да, это, это прям шикарно, шикарно. Шик, просто шик. Это великолепно. Это потрясающе! Если вы еще вдруг не смотрели этот фильм, то я вам даже немного завидую. Это офигенное кино, которое просто радует своим размахом. По сути, это простой массовый боевичок, где у нас есть пришельцы, люди, которые между собой воюют. Но то, как это все показано, там еще есть парочку интересных моментов, которые я вам не буду спойлерить, если вы вдруг не смотрели. Короче, ребят, смотреть обязательно. По словам Дага Лаймана, фильм получил название «Live, Die, Repeat and Repeat» и будет одновременно приквелом и сиквелом к оригинальной ленте. Также режиссер сказал, что Эмили Блант и Том Круз вернутся во второй части. Скорее всего, нам покажут флэшбеки с Ритой и расскажут, как, собственно, она стала известной, что было, собственно, в оригинале. Но, к сожалению, не хватило хрена дрожа в фильме, поэтому нам, в принципе, про это ничего не говорили почти. И, конечно же, покажут, что было после первого фильма. Соответственно, я немножко открою вам секрет, но в фильме у нас есть четкая точка в конце. В оригинале же нам ясно дают понять, что, ребят, вы выиграли битву, но война еще впереди. Поэтому, на самом деле, интересно, что сценаристы придумают на вторую часть, какое будет продолжение, скажем так, борьбы с пришельцами. Изначально была книжка, потом вышла манга, потом вышел фильм. Я в свое время делал обзор на мангу, она мне очень понравилась, потому что была значительно жестче и реалистичней, чем тот же фильм. Собственно, вот сравните экзоскелеты в манге и экзоскелеты фильма. Ну, по-моему, это просто небо и земля. Экзоскелет в фильме, там, по сути, просто шальная пуля, своих же собратьев тебя может грохнуть. А экзоскелет в манге это действительно прототип, который может бороться с пришельцами. Ссылочка на обзор снизу в описании. Ну и напоследок хочу сказать пару слов о моем любимом Нетфликсе. Напомню, что в конце этого лета, в августе, нас ждут «Защитники», где мы увидим, как Нетфликс объединила всех своих героев-лапочек. Мы увидим бухающую женщину, черного Верзилу. Расист! Расист! Парня с лампочкой в кулаке. И, конечно же, слепого парня в красном трико. Сериальчик я лично очень жду. Потом в ноябре нас должен порадовать своей крутизной и мисцом, конечно же, Фрэнк Кассел. Замечательный каратель. И потом в январе 2018-го нас ждет второй сезон Джессики Джонс, который я тоже очень и очень жду. Ребята, обязательно пишите, какой из сериалов ждете именно вы. Евгения сделала репост из группы ВКонтакте прошлого видео Инфрешу и, собственно, попала к нам сюда. Да, отвечаю на твой вопрос, Евгения. Это фильм «Да здравствует Цезарь». Очень классный фильм, мне он понравился. Вам зайдет, наверное, в двух случаях. Первый – это если вы любите кинематограф, нестандартные фильмы. И второй вариант – это если вы работаете в кино-телесфере, то вам фильм точно должен зайти. Вот, как-то так. Ну все, я думаю, на этом стоит прощаться. Да, кстати, если вы хотите в следующее видео, то делайте репосты этого видео в группе ВКонтакте и пишите какой-то комментарий веселый, либо задавайте вопросы, и вы обязательно попадете. Вот. Ну теперь точно все, надо прощаться. Давайте пока. Я, как обычно, пойду поем, а вы щелкайте, переходите на следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok